Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас следующая передача, мы разговариваем о дизайне, и в гостях у нас всемирно известный. Замечательный человек, великолепный архитектор, дизайнер, человек с каким-то космическим вкусом. Мы будем говорить обо всем, но время от времени возвращаться к дизайну, о политике с точки зрения дизайна, может, о мире с точки зрения дизайнера. Вообще, все, что тебе интересно. Как ты себя чувствуешь в городе сейчас? Прошло какое-то время с того момента, как мы закончили институт, и что изменилось? Что у нас в стране? Что из Казахстана? Что из дизайна? Ну, не в институте, но когда я училась в школе, я ходила по улицам Алматы, и всегда мечтала, что вокруг на этих улицах будут кафе. Много-много кафе, как в Париже, и будут стулья выставлены. Вот оно произошло. То есть у нас очень много кафе. А что в смысле интерьера с Алматой происходит? Ну, ты вот ездишь в Европе, смотришь там, ну, не знаю, кафе, рестораны, видимо, может быть, заходишь в частные какие-то территории, на частной территории. И как Алмата, их вкус, вкус клиентов, людей, заказчиков твоих, как сильно отличается, если отличается? В основной массе я бы не сказала. Дурной вкус есть и за границей, и всякое мы видели, и в кафе тех же, и в магазинах. Вот, и так же у нас, это как во всем мире. Что смущает, так это непонимание. Ну, мне кажется, просто у нас это номадическая ментальность, непонимание материалов. То есть наши люди считают, что любой добротный природный материал, а значит, он и как бы выше в цене, можно заменить мимикрирующим, даже не мимикрирующим, а фальшивым. И что, какая разница? Вот. В этих случаях я говорю, ну, слушайте, вы носите нейлоновую рубашку, или она все-таки у вас тонкая и хлопковая? А костюмчик у нас какой? Это же шелк с шерстью. Почему вы думаете, что там в стулье, в диване или в столе что-то другое должно быть? Ну, вот так вот. Что они отвечают? Задумываются. А что происходит за спросом у твоих людей, у твоих клиентов? Какой интерьер, какой стиль, может быть? Ну, у нас еще остались вот эти вот золотые позументы, колонны, брамор, роспись под брамором. Ты знаешь, вот у меня даже таких клиентов нету, как правило. У меня было один раз, вот, такие клиенты, вот. Но в итоге мы сделали рабочие чертежи, потом, когда пошли выбирать, и он, и я, мы поняли, что мы не можем сойтись. Потому что то, что нравилось ему, это было за пределами моего понимания и вкуса, вот. И мы просто пожали друг другу руки и сказали, ну, счастливо. Он хотел бореть. На этой стадии он хотел как раз вот этой фальшивки. Я не против дворцов. Я безумно хотела бы что-то в стиле палаццо, да, итальянского. Но это была квартира. Пусть это был пентхаус, но это была квартира. Там потолки были три метра. Ну, допустим, там что-то такое похожее на ферманка 19 века, ну, явно фальшивый. А им кажется, что это уместно, что ты делаешь в этом случае. Если это хорошо сделанная вещь, мы ее упакиваем. Ну, то есть ты вот идешь на компромисс. Да, ну, видишь, задачи не всегда, все равно сейчас, в эпоху продолжающегося постмодернизма, вот, все равно все идет повторение, да. Да, господи, раньше были там ампир повторения, классики, там, ну, и так далее. А Деко опять? А этот вот стиль, который сейчас продолжающийся, ты его называешь постмодернизмом, а все клиенты, по-моему, называют его модерном. Модерн, он уже терминологически на сегодняшний момент, по-моему, слово модернизм поменялось на слово контемператор. А модернизм, он остался как состояние эпохи именно 20 века. Начало 20 века. И потом, в середине 20 века как раз был функциональный стиль, вау-хаус, кальюзье и бла-бла-бла. Вот. И я думаю, на сегодняшний день это осталось четким стилем с границами. И поэтому именно в архитектурной среде появилась новая контемпория, которую не называют постмодернизмом. Постмодернизм, это же не только касается дизайна или архитектуры, это общее человеческое состояние. Это есть и в кино, и в литературе, и в нашем поведении. И в этот контемпорий включаются, в общем-то, и современные вещи, и частично. Я хотел, чтобы ты все это произнесла, потому что всегда у всех в головах существует путаница реактивного соназывания. Ну вот, чтобы четко, скажем так, еще в конце прошлого века, когда мы начинали работать, вот, все это еще называлось модернизмом. Слово моден, в русском это был модернизм, окончание изм, а в Европе называлось моден. Вот, в русском был так называемый русский модерн, это то же самое ар-декой, ар-нуло, который был в Европе. Вот, он получил название русский модерн. Вот, и поэтому была некоторая путаница, и в термологическом словаре архитекторов русскоговорящих был модернизм и модерн. В Европе это был все время модерн. А потом появилась эпоха постмоден. Помнишь, была такая шикарная книга? Это был тогда еще маленький. Нет, я ошибу, достаточно. Сережа Майоров, да, этот необыкновенный человек, он приносил к нам на учебу шикарные книги из библиотеки по иностранной литературе. И так далее. Да, и потому что в продаже всего этого не было. Вот, и мы наслаждались вот этими львовами. Была шикарная такая книга, она так называлась постмоден. И потом в переводе на русский постмодернизм. Вот, и это была мощная научная работа. По-моему, Джексон. Могу сейчас... Я тоже не помню. Я помню, что это была хорошая книга. Потому что он собрал состояние, вот, и, может быть, даже он заявил первый об этой термине. Вот, и потом мы уже стали видеть это все в гинематографии и литературе. А вот то, где мы сидим сейчас, это как можно назвать? В принципе, даже не знаю, как это назвать. Мне кажется, что сейчас не так уж все прямо подвергается. Людям все время хочется это как-то назвать. Это направление можно назвать скандинавским, скандинавской такой неоклассикой. Это направление пламанта и хальца, да? То есть мы видим в основе своей дуб, который покрывается маслом. Мы не видим здесь итальянского финиша, да, обработки, когда это все прямо несколько лаков, все это безумно любовно там вылезено. То есть это однозначно не творцовая, не шикарная мебель, да? Но она очень стильная и очень экологичная. Она очень домашняя и уютная. Вот, и для современного человека. И здесь много, ну, как бы, эклектичных вещей. То есть то, что можно смешать очень уютно. Хрустальную люстру, дубовый стол, да, там, вот, ну, вот черный такого характера сервант или комоды. Это вообще характерно для французов красить и для немцев. Если вспомнить исторически, то англичане работали в основном с колониальным красным деревом или дуб. Вот. Мебель использовалась в основном колониальные предметы, вот. И, ну, у них не было ореха, да, климатически. И вишни, которые можно делать очень тонкие, тонкие, изящные вещи. А все это было у итальянцев. И поэтому у них и прекрасные инструменты, которые делаются, помнишь, да? Которые можно, они крепкие материалы и очень тонкую работу можно сделать. И также к мебели это относится. И поэтому, когда шикарная фактура, текстура дерева и изящество, его покрывали просто лаком. У немцев и у французов не было этого. У них не было колониального красного дерева, там, тик, там, сиконора или еще что-то такое. А был дуб, бук, вяз, по-моему. Ну, здесь я могу тупать, ой, путать. Вот. И поэтому они радостно все это окрашивали, патинировали, разрисовывали. И таким образом мы видим мебель. А то, что у нас в Алма-Ате представлены мебельные салоны, ну и вообще там на строймарке, в смысле, в строительных рынках, из материалов, это, ну, достаточно интересно для того, чтобы создать что-то, или тебе приходится ездить постоянно? Нет, достаточно. В Алма-Ате представлены все фабрики, на сегодняшний уже момент все, потому что вот стали завозить американскую мебель. Вот. Я думаю, прямо многие дизайнеры ныли-ныли к мебельщикам, говорили, давайте там американскую мебель тоже завозить. Вот. Есть несколько магазинов, в том числе и Дезидейл, которые заводят американскую мебель. Вот. И практически все стили представлены. Мне нравится продуманность, да, то есть мне, я очень люблю всякие фишечки, всякие спрятанные вещи, да, там, когда ты открываешь там ящичек, а это не просто ящичек, это док для вашего планшета, да, и который соединяется со всей системой звуковой, да, в вашем номере. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!